Ну где ты там? С мир вам! С миром! Слышно, хорошо? Отлично! А я увидел, тут всплыла надпись Савченко в сети. Слушай, мне два момента надо тут. Мы когда выезжали, то обедали уже на скворечнике. И вот где моя кровать, второй этаж. На второй этаж составили всю посуду, там всё. И рядом лежат мои брюки. Их сдвинули, я подумал, что они в мешке лежат. Сырковные у меня, они без заплат. Да. Ну как зайдёшь прямо сверху, они там... Ну я понял, я видел их. Вот мне бы их как-то с кем-то переслать. И второе. Где там у тебя экран-то стоит, ну как заходишь, прямо окно. Да. Там где-то внизу у меня завёрнута бумажка, или как была флешка небольшая. Я тоже подумал, что она у меня лежит. Вот, ещё она побежала там так быстро. А там кто-то стучит, наверное, Надежда Васильевна к нам пришла. А я сейчас только смотрел про Ласку, как Ласка быстро бегает и там душит всяких. Вот, и найти эту флешку-то мне там в карманы я положил. Ну-ка ещё повторите, где флешка. Флешка-то? Ну как заходишь, где твой экран стоит, прямо на улице, на которой окошко-то. Там у меня книги в этом шкафике. Ну и там она прямо слева где-то лежала. Или может быть даже там, где у меня мой компьютер старый. Где-то вот в этом. Она какая, которую я вам подарил? Наверное, наверное. Она там лежит. Я иногда, может, что-то на ней напишу. Посмотри где-то. Я считал, что она у меня в мешке лежит. Приехал. Нет, мы-то там внезапно оторванулись. Да, вы ещё лук не взяли с собой. Ну вот видишь. Два мешка. Ну вот не взяли-то. Это Володя или кто там забыл? Я про это и не знал даже, что там мешки. Как хотеть с матерью-то там у тебя? Да, всё ближе-ближе к черте смерти. Всё, как сказать, обострение. Ну пока ещё, слава Богу, дома они. Щебень-то не везут? Нет, тут всё у нас раскисло. И у нас тоже раскисло. Мы сегодня хотели ехать в Мамонтово. И не получилось. Надежда Васильевна сейчас подойдёт. Мы собираемся на занятия. Сергей там проводит онлайн занятия. И ещё там Александр Мариасов, Михаил Кальмаев. С 6 до 8. В среду, в пятницу. Понятно. А сейчас пришёл я от Надежды Васильевны. Помогал ей окна там заделывать. Вот она подходит. И что там, как голуби мои, как? Да вот только что был целые голуби. Добрый день. За водой смотрю. Котик-то мой какой хорошенький. Сколько там голубей? Там на второй голубятни. Ну на второй я насчитал 20. Но там не всех я насчитал, видимо. Откуда столько много? Сколько я их убирал там и ещё. А тут сколько на первой? На первой 7. Ну вот им воды надо давать. Особенно опасный момент, когда сейчас. Если не дать воды, они все погибнут. Пока снегу нет. Садитесь рядышком. Так особо никаких новостей. У нас школа вчера закончилась. Каникулы. Каникулы уже? Да. А как так рано? Ну у нас с ноября каникулы. А в пятницу мы уже смогли в четверг закончить. В пятницу отдыхаем. Вон какое дело там. Ну я записал. Хорошо я с Игорем передам вам. Да, да. Ну там что может взять там немножко хотя бы. Вот это больше у меня ничего нету. Это всё. Белого кота я там прикармливаю на скворечнике. Только Надина, кошка чёрная. Я её тут тоже кармливаю всё время. Ещё какая-то пристала тут ещё. Я ему там сделал будочку такую. Думаю, что там будет зимовать. А шарика не забрал? Шарик здесь у нас. Выгуливаем его. Сейчас только что кормил. Ну привык он. Вот тут Надежда Васильевна. Игнатий, а ты не сможешь мне это печку-то отремонтировать? А то я пока... Без хозяев нигде не ремонтируют. Так вот что ты выдумываешь? Хозяев нету, а ходил бы, открывал дом. Что выдумывать-то? Хозяин приходит, зовёт, рабочий приходит, ему дверь открывают. Определённый порядок существует. Я сколько печи делал без хозяев? Он чужая тебе, что ли? Всегда говорит, жена, жена. А если записывать, зачем? Добрый вечер. Добрый. Как там? Нормально. Мы на Mail.ru, я видели, высылал фотографии все сейчас. Фотографии. Да, смотрели. Я даже тех, которые из корзины были, и те вытащил. Из корзины, это почти 2,5 тысячи их там. Они бывают, когда фотографируют, то скоростной там 4-5 бывает кадров, но они не одинаковые, они просто в движении. Фотографировал-то кто? Вы фотографировали? Андрей Шапран. Фотограф, который был специально. Я смотрю, качество очень хорошей фотографии. Ну, где наше такое не бывает. Вот так, брат. Что там еще в новости-то какие? Пока ничего. Батюшку ждем. Говорят, 30-го приедет. 30-е завтра. Наверное, к вам в начале. Не знамо. Не знамо никак. Ребята у Ольги там все размонтируют, вывозят. Там работали. Ну, я был у нее. Когда в город мы приехали, Сергей попросил меня съездить с ним за Евангелием. За Евангелием. И я видел там в таком состоянии все. Ну, то есть переезжает она. Ну, у нас в Евангелии там много осталось на скворечнике-то. Берите сколько надо. Евангелие лежит красное. Ну, да. Ну, вот так. Ну, еще все? Еще больше не нужно? Да нет. Я думал, писать тебе или звонить. И тут лежу, ты в сети. Самый удобный метод, конечно, это по скайпу переговорить. Ну, давайте занимайтесь тогда. Меня не подключили. Я смотрю сейчас. Если можешь, загляди себе. Ласка. Ласка называется в Ютубе. Посмотри этот зверек. Какой он? Ой, до чего интересный. Всяких крыс там, чаяк, все на пути давит. Да. Все тогда? Если ничего больше. Мы все с Богом. С Богом. Давай. Хорошо.